Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 15 ноября, а вчера, 14 вечера, мне выпала такая честь, если можно так сказать, или событие в моей жизни. Я провожала свою младшую дочку, вот она с телефоном посредине, а справа сидит мой внук, её сын, который тоже провожал дочка со своей... Ну, моя в смысле дочка, Оля со своей дочечкой, которой 14 лет, уезжала жить в своему мужу, в тёплую страну. И вот мы её провожаем в аэропорту. Здесь я вот хочу немножко рассказать о сложностях. Вот вы видите в жёлтой курточке, это как раз Карина, внучка, которая едет вместе с мамой. И везут они с собой кошку, о которой я уже рассказывала. Заказали они на Алиэкспресс кошке вот эту вот сумочку, такую клетку, хорошая, мягкая такая, тёплая клетка. И сейчас вот Карина, когда вытащит кошку, вы посмотрите, вот какое у неё красивое платьице. Вот тоже заказали на Алиэкспресс вязанное такое платьице, ведь кошка без шерсти, голенькая, она мёрзнет. И её вот так вот красиво одели. Но ей, скорее всего, нужно не платьице, а комбинезончик, чтобы заднюю часть тела тоже он прикрывал. Вот видите, задняя часть совсем открыта, и верёвочки можно привязать. Вела себя кошка прекрасно всю дорогу, прекрасно. Скорей, ну покажи, видите-ка её. И хочу сказать о каких трудностях. Вот Оля говорит, если бы она знала, что придётся с этим столкнуться, то она никогда в жизни бы не повезла с собой кошку. А раз уже начала это делать, то надо закончить до конца. В общем, дело в том, что вот этих справок от ветеринара и прививок было недостаточно. Хотя на это ушло много времени и денег много ушло. Здесь у кошки у нас в городе, в Харькове, взяли на анализ кровь, на бешенство и отправили его в Киев. Можете себе представить, вот в Харькове нет лаборатории, которая бы это могла сделать. Вот, я вообще, моему удивлению, не было предела. И стоило это очень дорого. Через какое-то время пришёл этот результат анализа. Опять надо было с этими справками идти к ветеринару. Только уже ветеринар, который находится в аэропорту на таможне. И только там, на основании всех этих бумаг, справок, вот этого важного анализа, который из Киева пришёл, он даёт добро, что кошку можно перевозить в другую страну. Ну и вот, мытарства на этом закончились. И потом в аэропорту тоже надо было кошку вначале зарегистрировать у ветеринара, чтобы здесь уже последнее уже своё разрешение он даёт на посадку в самолёт. Вот так. Сложнее, чем с людьми. Билет стоит для кошки 50 долларов. Вес должен быть вместе с клеткой не более 8 килограммов. Если вес превышает 8 килограммов, то животное едет, должно ехать в багажном отделении. А так кошечка будет ехать с ними на их местах, в салоне самолёта. И там есть, вот мне присылали на телефон фотографии, что Карина кошечку держала на руках. То есть, мне предлагали её поместить в клетку. Вот. А спокойненько животное сидело на руках. Вот так. И сейчас мне уже позвонили, что они уже долетели в пол первого ночи. Потом они пока доехали домой туда, потом ели спать. И уже когда утром проснулись, мы созвонились, прислали мне фотографии. Всё. В порядке я смотрю, что кошечка осваивается, ходит по квартире, по окнам смотрит. Всё такое незнакомое, непривычное. Ну, всё, слава Богу, все долетели благополучно. А теперь посмотрите конец видео уже сами без моих комментариев. Там вы уже сами разберётесь, где кто. Кирилл, Карина, Коля посередине. Очень устали, самолёт задержал вылет. Пусть одевают одежду, какую-то на себя ищут. Здесь есть много. Пусть одевают одежду, кто. Вот так. Спасибо. 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 Здесь нормально, что надо. Как на работе. Вкусненько. Нельзя конфеты? Он типа не с нами. Да, он сказал что не будет. А попить? Садись. Садись. Это кулиники. Да почему бы тебе пить просто? А уже пить? Конечно. Это другое дело. Мы же не приедем. Мы же были на одной свадьбе. Мне же так понравится. Мне кажется полгода. Не нет, а положи. Положи сразу. Беньхами будем царить. Самые богатые? Да. Что ты без бабочки? Помашите. Вот. Хорошая жизнь. Пассажиры. Чурко. 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 Який вылетает с рейса Макинал 36 до Голлогова. А вас запрошу, кто не ходит на посадку. Посадка вечно. Что ты делаешь? Хао. Хао. Чурко. Хомен. Чурко. Хомен. 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 Вашим, Хомен. 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 Таше не помогает. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok